Добрый день, уважаемые любители рок-музыки! Не соскучились вы по мне со вчерашнего дня? По глазам вижу соскучились! Поэтому продолжаю подводить итоги конкурса по определению понятия хард-рока. И сегодня я уже перейду к наиболее интересным, на мой субъективный взгляд, и наиболее близким к описанию стиля хард-рок ответам, которые я буду приводить практически полностью. Понимаю, что это сильно утяжеляет мой видеоблог, но, уважаемый любитель рок-музыки, не так часто в интернете разгораются теоретические споры по поводу рок-музыки. В основном одна билетристическая болтовня. А если точнее, то этих теоретических разборов вообще не бывает. Поэтому я пожертвую смотрибельностью своего видеоблога в пользу этого, на мой взгляд, благородного и полезного занятия. Перехожу к цитированию наиболее интересных ответов. По ним, конечно же, так же невозможно безошибочно определить стиль, но это уже серьезное приближение к истине, к которой, уважаемый любитель рок-музыки, повторюсь, мы сможем прийти только общими усилиями. Слишком сложна эта задача, и слишком объемна эта тема. Развернутое и интересное рассуждение о хард-роке представил Дмитрий под ником Лао Митри. Хард-рок – это стиль рок-музыки, зародившийся в конце 60-х и получивший наибольшую популярность в двух последующих десятилетиях. Хард как бы намекает на отличительные черты стиля – тяжелый, громкий и драйвовый. Такими словами, можно было бы охарактеризовать многие стили, однако хард-рок не металл, он остается умеренно тяжелым и не таким загнанным в темпе. То же отличает хард-рок от бодрого и намного более простого панк-рока. Главным инструментом в хард-рок аранжировках является электрогитара, обычно с эффектами типа овердрайв, дисторшн или фуз, но поверх этого тон может быть самым разным. В педал-бордах гитарных героев хард-рока есть место и фленджеру, и хорусу, и ревербу, и дилею, а в соляках часто можно слышать эффект «воу-воу». Собственно, роскошные гитарные соло – визитная карточка хард-рока. Они мелодичные и достаточно техничные, с обилием бендов и других приемов звукоизвлечения. Но гитара в хард-роке не только солирует, она может быть частью ритм-секции и нести в себе риффы, лейтмотивные повторяющиеся партии. Дедушкой этого стиля по праву можно считать блюз, от которого хард-рок унаследовал опору на пентатонику с нередко пониженной пятой ступенью, легкий свинг и синкопы, а также, например, транспонирование риффа в соответствии с аккордовой прогрессией. В большинстве хард-рок-композиции можно выделить структуру, подобную куплет-припев, куплет-припев, соло-припев, с вариациями от случая к случаю, интро, аутро, бриджи и прочее, но без извращений. Что он понимает под извращениями, я не понял. Важным инструментом для хард-рока является и бас-гитара. Не выходя на передний план, она остается мелодическим каркасом композиции и может вести основной рифф, поддерживая ритм-гитару или даже полностью самостоятельно. Бывают вариации ее тона, но в основном звук чистый или с эффектом овердрайв. Вместе с бас-гитарой ритм-секцию хард-рока образует барабанная установка. Барабанят уверенно, агрессивно и громко. Грув понятный и раскачивающий. Обычно размер 4 четверти, реже 3 четверти. Но любителей поэкспериментировать с размером в истории стиля найдется более чем достаточно. Хард-рок может обойтись и без вокала, но когда вокал есть, то он выразительный и громкий. Порой агрессивный, порой сексуальный. Помимо перечисленных составляющих, в хард-роке можно услышать и клавишные инструменты. В особенности орган, и духовые, и струнный оркестр, и хор, и даже синтезаторы с сэмплерами. Но это кто чем гораздо приукрасить. То есть далеко не главное это. Конечно, классическому хард-року присуще звучание живых инструментов. Но в наше время музыканты нередко пишут музыку с помощью компьютера и виртуальных музыкальных инструментов в DAW. Что тоже работает, пока не начинает звучать как откровенная электронщина. И имитирует звучание живых инструментов. Прекрасный ответ. Очень развернутый и интересный. Но наиболее развернутые и интересные ответы, по моему мнению, мне прислали в инстаграм кроматра17, которая именует себя королевой воинов, и в ютуб Кирилл Русанов. Оба автора внимательно просмотрели мои блоги по определению рок-музыки, перечислили многие критерии, указанные мною, и действительно характеризующие именно хард-рок. А также высказывали свои личные, на мой взгляд, очень интересные взгляды на рок-музыку. Их ответы я также зачитаю практически полностью. Кирилл Русанов. Хард-рок – это музыкальный стиль, сформировавшийся в конце 1960-х годов на территории США и Великобритании. Если говорить простыми словами, то хард-рок есть тяжелый рок-н-ролл или блюз-рок, так как в нем также присутствуют все значимые музыкальные черты, характерные для блюза. Это и наличие импровизации с активным использованием пентатоники, на которой основаны вокальные инструментальные партии, и применение 12-тактовой блюзовой гармонии, размера преимущественно 4 четверти, и стиля свинг, включающего триольный ритмический рисунок шафл, в каждой доле которого присутствует только первая и третья триоль. Но в отличие от чистого блюза, с упором зачастую на перегруженные гитарные партии, вместо уже традиционного чистого или чуть фуззанутого звука, более быстрый темп и ярко выраженную секцию ударных. Также в формировании фундамента для хард-рока поучаствовала и психоделическая рок-сцена, от которой хард-рок перенял различные нестандартные гармонии, музыкальные приемы и средства выражения эмоций. Нетипичные для на тот момент мейнстримной музыки, с причудливыми трансцендентными вокальными и инструментальными мелодиями, и атональностями, акустическими эффектами, звуковыми искажениями, мотивами из фолк-музыки и продолжительными сольными партиями инструментов. Ну и про влияние гаражного рока стоит сказать. Хард-рок песни так же, как и гаражный рок, отличаются энергичностью звучания, вокалом с агрессивной манерой исполнения, искажением гитарного звука и эффектом овердрайв, на ламповом оборудовании, сделавшими звучание инструмента более рычащим и тяжелым. Хард-рок взял на свое вооружение плотный насыщенный звук ритм секции. Ударные, в отличие от главных прародителей блюза и рок-н-ролла, выведены вперед, они болтаются где-то позади, тут уже можно полноценно говорить про эффект грува, партии баса обычно звучат в унисон с гитарами, песню зачастую имеют средний или чуть ускоренный темп. В состав группы обычно входят вокалист, гитарист, бас-гитарист, барабанщик и клавишник. Тут еще можно сказать про частое органное звучание клавишных инструментов. Хард-рок песни построены на гитарных рифах, синкопированных, сыгранных в открытых мажорных гаммах, с броским хуком, довольно простой, но запоминающейся эпичной мелодией. И использованием палм-мьютинга из стиля буги-вуги, позаимствованного из джаза, ритм-блюза и рок-н-ролла. Рифы обычно короткие, обрывистые, играются всю песню, в припевных частях часто используются квинтовые гитарные партии. Вокал довольно разнообразный, и что особенно также ритмичный, обычно включает мелодичное синкопированное пение, или же своеобразный речитатив. Основанное на англоязычном тоническом стихосложении, с обрывистыми, нераспевными окончаниями слов и фраз, и постановкой ударных слогов на слабую долю такта, из-за чего и возникает несоответствие между метрическими и ритмическими акцентами. В припевных частях часто возможно услышать бэк-вокальную подложку. Есть и всяческие импровизации с голосом и манерой исполнения, которые также имеют место в психоделической рок-музыке, которую можно услышать в вокальных партиях Роберта Планта из Led Zeppelin. И различные агрессивные подачи вокала, как например драйв, пение с хрипотцой, вплоть до криков, как в гаражном роке. Пример вокалисты, хард-рок групп, ACD, CD, Purple, Pink Floyd, тембр имеет широкий охват, вплоть до фальцета. Про гитарное соло есть что рассказать. Они могут быть как максимально импровизационными и виртуозными, включающими в себя такие техники игры, как бэндинг, тэппинг, легатто, стаккатто, шрейдинг и т.д. Так и заметно более простыми и мелодичными, часто повторяющими вокальную мелодию. Многие группы даже добавляют вторую соло-гитару. Так что тут все тоже очень интересно. По итогу можно сказать, что хард-рок стал основой для всех стилей тяжелой музыки, таких как хэви-метал, глэмс, стоунер и т.д. Попытался высказаться максимально исчерпывающе и выделить все знаковые особенности и черты. Надеюсь, что удовлетворил вас ответом профессор Волощук. И далее он уже по пунктам перечисляет на его взгляд основные критерии. Итак, восемь главных, отличительных и неотъемлемых музыкальных черт именно хард-рока. Первое. Четкая монолитная структура песен, безломанной ритмики, диссонансов и т.д. Второе. Доминирование ритм-секции с размером преимущественно на 4 четверти, громкие барабаны и бас, зачастую звучащий унисон с гитарой. Три. Блюзовые, джазовые и ритмические приемы, шафл-ритм. Четыре. Утяжеленные, перегруженные блюзовые или рок-н-ролльные синкопированные риффы. Пять. Преобладание блюзовых гармоний и пентатоники. Шесть. Синкопированный, ритмически привязанный к инструменталу вокал, часто с агрессивной подачей. Семь. Ускоренный темп по сравнению с чистым блюзом. Восемь. Наличие нестандартных гармоний, мелодических рисунков и импровизаций, перетекающих из психоделики. Что могу сказать? Хороший, развернутый ответ. Видно, что человек занимается рок-музыкой и задумывается над тем, что же это такое. Также видно, что человек внимательно просмотрел мои теоретические блоги про английский язык и тоническое стихосложение. Но он перепечатал и мою ошибку со слабой долей. Точно так же, как это сделал Никита Чуйко. В случае попадания ударного слога в слабую долю не возникает эффекта несовпадения ритмического и метрического акцента. Такой эффект возникает только в том случае, повторюсь, когда ударный слог поставлен в контрапункт между метрическими долями, а не в слабую долю. Но в принципе это очень вдумчивый, развернутый ответ. Если такие люди будут думать над теорией рок-музыки, то думаю, что мы совместными усилиями прийдем к определению рок-музыки в какой-то степени истинности. Так как, уважаемый любитель рок-музыки, мы все с вами прекрасно знаем и понимаем, что приближение к истине – процесс бесконечный, не завершающийся никогда. Но наиболее точный, на мой взгляд, ответ представила, как это ни странно, представительница прекрасного пола. Хотя считается, что рок-музыка – это прерогатива суровых, брутальных мужиков. Не знаю ее имени, но ник у нее Краматра 17, и именует она себя Королева Воинов. Привожу ее определение, практически полностью. Хард-рок – стиль вокально-инструментальной музыки, основанный на английском языке и особенностях его произношения, а также на американских музыкальных жанрах – блюз, рок-н-ролл. Вокальными особенностями данного стиля являются создание несовпадения ритмических вокальных акцентов с метрическими, а также краткость пропевания окончаний слов и фраз. Для вокальной манеры, характерной яркость, агрессивность может использоваться фальцет. Особенностью музыкального сопровождения является ведущая роль ритм-секции – бас, барабаны, ритм-гитара. С преобладанием размера 4 четверти. Ритм-гитара при этом играет основанные на пентатонической гамме риффы, зачастую синкопированные, на перегруженном звуке – эффект овердрайл. Соло-гитаре отводится главная роль с вокалом, с сохранением вокальных особенностей. Это такой первый раз она дала ответ. Я ей ответил. Благодарю вас, королева воинов. Вы очень внимательно смотрите и читаете мои теоретические блоги. Но все, что вы сказали, можно отнести к общей характеристике рок-музыки, как к глобальному музыкальному стилю, в который в виде одной из составных частей входит менее глобальный жанровый стиль – хард-рок. Именно о нем идет речь в конкурсном вопросе. Надо указать те критерии, которые позволяют безошибочно идентифицировать музыкальное произведение, как относящееся именно к стилю хард-рок, а не к стилю, к примеру, панк-рок или хэви-метал, которые также являются с основными частями только другими жанровыми стилями рок-музыки. И все, что вы перечислили, в полной мере относится и к ним. Королева воинов подумала и дополнила свой ответ. После вашего комментария было доработано определение и добавлены критерии, характерные для хард-рока. Кроме того, было проведено сравнение хард-рока и хэви-металла как наиболее близких жанровых стилей рок-музыки. Хард-рок – это стиль вокально-инструментальной музыки, основанный на английском языке и особенностях его произношения, а также на американских музыкальных жанрах – блюз, рок-н-ролл. Хард-рок является одной из составных частей рок-музыки и, как следствие, включает в себя ее основные отличительные черты. Первой такой чертой является несовпадение ритмических вокальных акцентов, а также краткость пропевания окончаний слов и фраз. Второй чертой, характерной для всей рок-музыки, является ведущая роль ритм-секции, бас-барабан и ритм-гитара с преобладанием размера 4 четверти. Чтобы безошибочно идентифицировать произведение, как относящееся к стилю хард-рок, следует выделить комплекс критериев. Кроме того, представляется необходимым сравнить его с наиболее близким к нему стилем хэви-метал. Для хард-рока характерно использование классической гармонии, что роднит его с поп-музыкой. Да, это так. Мелодия, как вокальная линия, так и соло, обрывает аккордовые звуки или соответствующие лады, как правило, диатонические. Гармоническое мышление вертикальное, фактура гомофонно-гармоническая. Восьмые ноты исполняются ровно, в отличие от блюза и блюз-рока, где они играются триольно. Хэви-метал отличается горизонтальным, гармоническим мышлением, при котором существуют две независимые линии. Как правило, это гитарный рифф и вокальная партия соло. Басовая линия зачастую совпадает с партией гитары, но играется на октаву ниже. Линии объединены общим ладом. Для хэви-метал характерно появление хроматизмов, диссонантных интервалов и ладов народной музыки, к примеру, фригийского. Что касается звучания гитар, то для стиля хард-рок характерно использование эффектов кранч и овердрайв, в то время как для хэви-метала более характерен эффект дисторшн, то есть исходный звук гитары искажается значительно сильнее. В хэви-метал одним из основных гитарных приемов становится педальный тон. Как правило, это игра по шестой или пятой открытой струне с эффектом палм-мьют или без него. Тематика текстов в хард-роке близка к поп-музыке. Основными темами песен являются любовь, отдых, философская лирика, быт. Для хэви-метал характерна большая провокационность. Также появляются фантастические, исторические и мистические мотивы. Вокал в хэви-метал, как правило, более экспрессивен. Часто используется в фальцет. Появляется расщепление вокала. Однако эту особенность следует скорее расценивать как стиль отдельно взятой группы. В стиле хэви-метал чаще встречается инструментальная композиция. Для хард-рока характерно использование базовой барабанной установки, в которую входит бочка, малый барабан, 1-2 тома, хай-хэт и 1-1-2 тарелки. Для стива хэви-метал характерно усложнение барабанной установки. Двойная бочка или кардан, дополнительные тарелки. Темп песен в обоих стилях умеренный, от модерата до аллегра, что составляет от 90 до 140 ударов в минуту. Для подтверждения вышесказанных тезисов относительно темпа и различия тематики текстов скидываю вам в личное сообщение таблицу с ключевыми альбомами в жанрах хард-рок и хэви-метал. Как вам? Отвечаю Крама 317 стихами. С моим определением рок-музыки вы поработали неплохо и очень интересными моментами дополнили его. Вы главный претендент на приз. Уверен, скоро мы придем к определению хард-рока. Вы близко, но до безошибочности все же далеко. Вот такие интересные ответы присылали мне сюда. На этом можно было бы и закончить. Но прежде чем называть лауреатов конкурса, я приведу еще несколько комментариев, чтобы высказать одну важную мысль, относящуюся к определению музыки вообще и хард-рока в частности. Вот. Коммент мне прислала Де Рада. Или прислал Де Рада. Можно, конечно, взять определение из Википедии, но скажу честно, что четко разграничить хард-рок от других похожих направлений музыки вряд ли смогу. Просто что-то заходит, а что-то нет. Отвечаю. Благодарю за честный ответ. И хочу сказать, что несмотря на кажущуюся простоту моего вопроса, на самом деле это невероятно трудный вопрос. И только полный дилетант, далекий от музыки, будет закидывать меня здесь шапками. А музыку только так и надо слушать, как вы говорите. Заходит или нет. Теоретическим пониманием должны заниматься практикующие музыканты и музыковеды. Но, к сожалению, теоретическими исследованиями современной музыки, не только рок-музыки, а вообще современной музыки, у нас никто не занимается из музыковедов профессиональных. Ни в консерваториях, ни в музучилищах, ни в институтах культуры. Поэтому у нас в стране вот эта вот вакханалия, жуткая эклектики, которую я называю хэви-метал, попс-репа-шансон. И поэтому мы все время плетемся в хвосте западной музыки, так как передовая музыка там, где передовая теория. И именно поэтому, чтобы заострить внимание и музыкантов, и публики на этом вопросе, и музыковедов, я и устроил этот конкурс. Еще раз благодарю за интерес к моему творчеству, всех участвующих в конкурсе, и просто, которые заходили и смотрели, и читали различные посты по этому конкурсу. Приведу еще несколько примеров в эту тему. Jesus Boring Life. Шах и мат, конечно. Характеризовать хард-рок просто невозможно. Так что это заведомо невыполнимо. Разве что и правда провести сложнейшую классификацию с разветвлением на сотни поджанров и примесей всех индивидуальных фишек исполнителей? Не теоретическое определение, конечно, но ответ неплохой. Рад, что сюда заходят мудрые люди, которые понимают, насколько это сложная задача. Благодарю за участие в конкурсе. Еще один ответ. Людмила Павелка. Всегда сложно определиться с понятиями. Да, Людмила, это так. Определение понятий – это одна из основных задач науки. Если ученые зафиксировали исследуемый объект словами, то значит они поняли его суть. Не просто так люди до сих пор не могут лечить рак. Они не могут дать его точное определение. Понять, что это такое. Так и многие наши рок-музыканты играют, что попало, так как не знают, что такое рок теоретически. И отсутствие точных ответов на мой конкурсный вопрос это подтверждает. Спасибо, Людмила Павелка, за ваш комментарий. Еще один в эту же тему комментарий. With them jam. Вся беда споров и спорщиков в определении и выявлении характеристик различных жанров музыки, в том числе и хард-рока, это то, что разговоры эти ведутся, как будто время остановилось. Такие разговоры можно сравнить с речью над могилой покойника. Вот, мол, он такой-то и такой-то, без шанса уже стать таким-то и таким-то другим. Моя мысль заключается в том, что нельзя дать конкретное определение тому, что развивается и живет. Да, можно выделить некоторые черты определенного периода, например, зарождение жанра, но проходят годы, и жанр облачается в новой одежде. Например, в силу постоянного развития технологий инструментального саунда. Поэтому стоит отбросить разговоры, загоняющие жанр в рамки. Ну, что могу сказать? В ваших рассуждениях есть разумное зерно. Хотя вы и не отличаете стиль от жанра, но вы интуитивно догадываетесь, что статично определить развивающееся явление невозможно. Ну, а, кстати, жанр как раз достаточно затвердевшая статичная вещь со своими устоявшимися канонами. И, соответственно, статично определить его вполне возможно. Жанр может звучать по-другому в силу развития, как вы говорите, технологий инструментального саунда. Но критерии жанра носят исторический, не меняющийся характер. Вальс, полонез, мазурка, марш. Они могут звучать по-новому, но критерии будут теми же, что и сто лет назад. Поэтому их-то как раз и можно зафиксировать статично. Музыкальная же стиля, соглашусь с вами, контегории развивающиеся, перетекающие из одного состояния в другое. Из ритм-блюза и рок-н-ролла вырастает хард, из харда вырастает панк или хови-метал и так далее. К старому стилю добавляются новые критерии, а старые могут отмирать. Но после этого перетекания, после этого качественного скачка, этот переродившийся стиль уже называется по-другому. И его можно уже определять, фиксировать в понятиях. И это нужно не ради забавы, а чтобы понимать, куда двигаться дальше, чтобы идти вперед, а не топтаться на месте, или изобретать велосипед, или играть эклектичную бурду под названием хэви-метал попсаря Пашинсон. Именно поэтому есть смысл определения каждого из этих стилей. Соглашусь с вами, что нельзя рассматривать музыкальные стили, которые являются живыми, развивающимися явлениями, как нечто статичное, как могилу покойника. Но не соглашусь с тем, что нельзя дать конкретное определение тому, что развивается и живет. Да, это невозможно сделать статично, так как явление будет ускользать из жесткого определения. Оно живое. Но определить развивающееся явление можно диалектически. И только при помощи такого инструмента, как диалектика, это и возможно сделать. Поэтому, критикуя догматический подход к определению хард-рока, вы сами высказываете догматичную мысль, что нельзя дать определение тому, что развивается. Вы будете смеяться, но еще как можно. Вы уж простите меня, но я как доктор наук, по секрету вам расскажу, что наука давным-давно, сотни лет назад, вышла из периода статичного описания действительности. Современная наука со времен гегелевской логики описывает и фиксирует как раз развивающиеся, живые явления при помощи той самой гегелевской диалектики. И вся беда не в спорах, молодой человек, а в полном отсутствии этих теоретических споров. И именно для того, чтобы их активизировать, я и объявил этот конкурс. Уважаемые любители рок-музыки, я не просто так привел эти комментарии последними, так как эти люди, которых я привел, уверен, пробовали для себя ответить на вопрос, что же такое хард-рок, но пришли к выводу, что это очень сложно. И я с ними полностью согласен. Напомню всем присутствующим, что определение понятия это одна из главных задач науки вообще. Поэтому мой конкурсный вопрос не такой простой, как может показаться на первый взгляд. Не просто дать определение вообще чему-либо, даже застывшему навеки предмету, а дать определение живому, развивающемуся явлению, да еще со сложной структурой, включающей в себя множество компонентов. Очень сложно. А если говорить о таком живом, изменяющемся и развивающемся явлении, как музыка, которая не только включает в себя множество составляющих, но и предопределяемая и личными, и национальными, и историческими, и социальными, и политическими факторами, да еще которые невозможно рассмотреть глазами или пощупать руками, а только услышать ушами, то эта задача вообще архи-сложная. Дать определение какому-либо музыкальному стилю, это все равно, что определить саму музыку вообще. Эта задача не под силу не то, что какому-нибудь доктору наук, или даже научно-исследовательскому институту, а всему человечеству вместе взятому. Но это не значит, что этого делать не надо. Это надо делать обязательно. Именно так и развивается наука. Определяя непознанное, мы в то же время и тем самым расширяем границы непознанного. Познавая, уточняя наше знание, мы расширяем границы нашего незнания. Диалектика, уважаемый любитель рок-музыки. Поэтому, очень правильно сказал один комментатор, Confused Tiger, конкурс с подвохом, слишком много критериев, характеризующих хард-рок как жанр, могут также относиться и к смежным стилям. Да, этот конкурс с подвохом, так как ответа на него нет в Википедии. Там есть профанация, которую озвучили в самом начале моего подведения итогов несколько участников нашего конкурса. Однако, ответа на этот вопрос не существует не только в Википедии и прочих педиях. Его вообще нет в сети. Вернее, какие-то слова там написаны на разных сайтах, но они не имеют никакого отношения к характеристике самой музыки. Там говорят про социальные протесты, про бунт молодежи, про гитары, про барабаны, про движение хиппи, но не о музыке, а о ее критериях. Более того, ответа на этот вопрос не существует и в мировой музыкальной литературе. Мне пришлось переводить несколько книг, признанных западных музыкальных теоретиков. Нет у них ответа. Это так. Так как это сверхсложный вопрос ввиду огромного количества факторов, оказывающих влияние на формирование любого музыкального стиля. И не только музыкальных факторов, а факторов исторических, национальных, эстетических, языковых, технических, литературных, политических, психологических, да вообще всего многообразия этого мира. Ответить на подобный вопрос означает положить начало стилистической классификации всей современной музыки. Это колоссальная, да думаю, неподъемная задача даже для всего человечества. Поэтому ответить на него просто, по-детски, одним абзацем, простейшим определением невозможно. Даже просто поставить вопрос, просто положить начало исследованию в этом направлении, это уже уровень хорошей, развернутой, докторской диссертации в области музыковедения. И в этом смысле, прав, confused tiger, это вопрос с подвохом. Ответа на него не дал еще никто в мире. Именно поэтому, зная все это, конечно же, у меня всегда вызывают улыбку чьи-либо утверждения, что они знают, что такое рок. Надеюсь, уважаемые любители рок-музыки, и вы это поняли, после наших подведений итогов. Но тем не менее, я хочу отметить тех людей, которые пытались определить критерии хард-рока, как музыкального стиля. Поэтому подвожу итоги и называю лауреатов. Первое и самое главное, вы уже поняли, точное определение хард-рока, позволяющее безошибочно определить музыкальное произведение, как относящее к стилю хард-рок, не дал никто, так как это невозможно сделать в силу сложности этого явления. Я надеюсь, что все это поняли из моих пояснений. Но тем не менее, лауреатов конкурса я назову и добавлю, что весь призовой фонд в 100 тысяч рублей будет поделен между лауреатами конкурса. Наиболее интересные и развернутые ответы дали три человека. Дмитрий Лауми-3, Кроматра-17 и Кирилл Русанов. По их критериям в первом приближении можно понять, что же такое хард-рок, так как они приводят именно музыкальные критерии стиля. Инструментал, ритмику вокальную-инструментальную, вокальную-инструментальную техники, темп, размер, гармонии, ладовую систему, дополняя это и экскурсом в историю рок-музыки. И примерами музыкальных коллективов, как предшествующих, так и последующих стилей. Но первое место я все же присуждаю королеве воинов, Кроматра-17, с вручением премии в 30 тысяч рублей. Мне ее ответ понравился больше всего. Здравствуйте. Королева воинов. Здравствуйте. Рад. Что-то вы исчезли. А вот вижу. Как вас зовут? Как обращаться к вам? Меня зовут Ксения. Евгения? Евгения? Ксения. А, Ксения. А рядом с вами? Виталий. Виталий. Я так понял, что у вас было совместное творчество, потому что ответ мужской на самом деле был. Я просто удивлен, что я думаю, ну женщина как-то разбирается так в рок-музыке. Кто там больше отвечал? Виталий все-таки или Ксений? 50 на 50. 50 на 50. Ну что я хочу сказать? Вы победили в этом конкурсе, но у нас как вам сказать точных ответов не дал никто. Но ваш ответ был самый лучший. Поэтому я вам присудил первое место с премией в 30 тысяч рублей. Потому что мы все 100 тысяч раздаем лауреатам. Вам досталось 30 тысяч. Но вам еще раз подчеркну. Ответ профессиональный. Видно, что люди занимаются музыкой. Это так? Или нет? Оба. Оба. Профессиональные музыканты закончили что-то? Я закончил, а Ксения... Ну я вообще-то... Ну закончила, да, получается. У меня музыкальный колледж. Да. А у Ксении музыкальная школа. Да, у нас проскопение образования разные. Ну что, я поздравляю вас и благодарю за участие в конкурсе. На самом деле, вы знаете, это очень приятно и это очень важно. Потому что я еще раз говорю, я этим занимаюсь давно. Я попереводил много книг зарубежных, не наших даже. А наши-то я все прочитал. Кто хоть что-то высказывался на эту тему. И поэтому отсутствует определение не то, что там хард-рок. Рок-музык отсутствует определение ни у нас, ни на Западе. Поэтому мы на самом деле мы положили начало все вместе с вами. Я уверен, что теперь как-то пробудим интерес к этому. Ну, особенно, если будем печатать какие-то труды. Потому что без профессиональных музыковедов в этом разобраться невозможно. Я, допустим, я же самоучка. Вы там чувствуется, что вы профессиональные музыканты по терминологии даже. Понимаете? Но тем не менее придем к этому делу. Ну, я понимаю, что истина всегда отодвигается. Ее точно нельзя определить. Но будем приближаться к ней. Поэтому поздравляю и благодарю за участие. Спасибо. Поэтому сбрасывайте ну там карту, номер карты. Я перечислю деньги. Хорошо? Спасибо вам. Удачи. До свидания. До свидания. Второе место я присуждаю Кириллу Русанову с премией в 20 тысяч рублей. Третье место и премию в 10 тысяч рублей присуждаю Дмитрию Лауми-3. Алло. Алло. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, как вы поживаете? Алло, алло. Как поживаете, говорю. Я поживаю замечательно. Я съездил в прошлом выходной на концерт в Саранск. Сами играли? Я играл в Саранске. Выступали? Выступал, выступал. Одна беда только случилась со мной, меня очень сильно подвела гитара, перестала работать. То есть я играю, просто все вырубается. Я такой, блин. Хорошо, там были другие музыканты, они мне одолжили свои гитары. Я выступил, все было нормально. Саранску очень тепло встретил, как никакой город другой не встречает. Вот. Я был очень-очень рад там оказаться. Первый раз ездил в Мордовию. На этих выходных еду в Санкт-Петербург тоже выступать. Ну что же, это прекрасно, что у вас такая насыщенная жизнь. И музыка в стиле лоу-фай пользуется спросом. Инди-рок. А очень ограниченным спросом. Люди, которые приходят, они очень тепло встречают. Я понял. Хоть их и немного. Ну я-то звоню по поводу нашего конкурса, в котором вы принимали участие. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить вас за участие в этом конкурсе. А во-вторых, хочу сказать, что я подложу итоги и решил с лауреатами попытаться связаться по видео. Но вы попали в число лауреатов. Я хочу сказать, что вы первое место не заняли, конечно. Но ответ у вас был очень интересный. очень интересный. Но было два человека, у которых были ответы, ну, будем говорить, поточнее. Поэтому вы заняли третье место. Из 100 тысяч рублей мы делим на всех, вам достается 10 тысяч премия. Приз. Ну, это тоже что-то. Это тоже что-то. Приз. Поэтому поздравляю вас, Дмитрий. Я за вас рад. И я рад за себя, что такие люди, как вы, почти профессиональные музыканты, ну, не почти, а профессиональные музыканты, принимают участие в таком конкурсе, и пытаются вместе со мной понять, чем же мы занимаемся, что мы играем и что слушаем. Поэтому, что это недосужие занятие. Это очень важно, потому что, я уже сто раз об этом говорил, и это не мои мысли. эти люди, эти мысли существуют тысячу лет. Нет ничего практичней хорошей теории. Ничего. Когда человек знает теорию, он потом легко воссоздает объект. Либо легко лечит людей, либо легко учит людей. Он понимает словесно, с чем он занимается и о чем он ведет речь. Поэтому, это огромная польза. Потому что, даже в мои занятия рок-музыка, которые я сейчас занимался два-три года назад, плотно, я сейчас спокойно могу сделать музыку в любом жанре и в любом стиле. Я теоретически понимаю, как она строится. Что рок-н-ролл это делается вот так. Блюз делается так. Регги делается вот так. Это четкое понимание есть. Баллада строится так. Понимаете? Хевиментальное произведение вот так. Ну, это, это, это теория. Вам, как человеку близкому к строительному ремеслу, очень, наверное, легко понимать конструкцию непосредственно. То есть, вы смотрите на эти все стили как на постройки буквально. То есть, у них есть фундамент, у них есть стены. Я просто сам, к сожалению, слаб строительственный, поэтому я должную метафору не могу здесь привести. Но вы поняли, о чем я. Ну, это, это хорошее сравнение, но все-таки музыка, это живая вещь. Строительство, строительство тоже живое, но музыка вообще живая. Но, но у нее есть особенности. Ее нельзя пощупать руками и увидеть глазами, только ушами, и поэтому меня всегда веселят люди, которые смотрят мои клипы, которые я делаю в поддержку звука, а они оценивают клип и говорят, у тебя плохая музыка, у тебя там на съемках не так кто-то ногу поставил. Да это смешно. Если ты музыкант, ты ушами работаешь, но не глазами, не руками. В этом сложность музыки, что ее пощупать нельзя руками и увидеть глазами. Это, это, это намного сложнее ее определять, чем что-либо другое. И поэтому я еще раз благодарю вас и поздравляю за третье место призовое. Спасибо, это для меня большая честь на самом деле. Надеюсь, мы с вами еще встретимся. Я, как освобожусь со всех поездок, вам составлю плейлист обещанный. Хорошо. Я уже в процессе. Хорошо. Спасибо, счастливо. Вам спасибо большое. До свидания. До свидания. И назову тех, кому достаются поощрительные премии в пять тысяч рублей за интересные ответы. Приз за понимание того, что мир един, достается Майлз Фокс. Здравствуйте. Здравствуйте, мил человек. Как зовут-то вас? Михаил. Михаил. Михаил, откуда вы родом? Из Оренбурга. Оренбурга, понял. А то я не понял, почему. А у нас что, разница во времени есть с Оренбургом? Да, два часа. Два часа, да. Понял, хорошо. Студент, на кого учитесь? Так получилось, что истинного рок-н-ролльщика упекли в народнике, на народного руководителя. Так вы учитесь в музучилище или где? В музучилище, но на музыкальное направление. В музучилище, да? Угу. Понял. А то есть вы профессиональный музыкант, можно сказать. Ну нет, нотную грамоту я как раз пошел, это колледж на одну грамоту изучать. Понял. Михаил, ну я чего звоню вам? Ну мы подвели итоги конкурса. Этих сто тысяч мы поделили равноправно. Три у нас лауреата, первое, второе, третье место, и восемь людей с поощрительными призами. Ну, те, которые лауреаты, те, конечно же, очень детально дали ответы по поводу того, что такое хард-рок. Вот. Но вам достался поощрительный приз. Поощрительный приз, который называется, знаете как, за понимание того, что мир един. Я зачитаю ваш ответ, потому что многие же не слышали этот ответ и не читали. Хард-рок это понятие настолько всеобъемлющее, что многие не видят разницы между, собственно, рок-музыкой и этим одним из наиболее массовых и популярных ответвлений. Это очень точно. Я аплодирую вам за ваше понимание этого, потому что хард-рок действительно, это практически синоним рок-музыки, настолько он всеобъемлющ. Вот поэтому вам достался вот этот поощрительный приз. Очень почетный! Поэтому мы итоги начнем подводить завтра, ну, визуально, уже блог будет выходить, там вас отметим. Ну и соответственно вы напишите мне карточку вашего или номер телефона, номер карточки, я вам перечислю деньги после подведения итогов. Хорошо? Хорошо. Ну все, поздравляю вас и благодарю вас за участие в нашем конкурсе, потому что мы этим самым актуализировали эту проблему. Люди пренебрежительно относятся к теориям. А я уже сто раз это говорил и еще раз скажу, что нет ничего практичней хорошей теории, когда ты понимаешь, как делается музыка того или иного стиля, то ты делаешь ее запросто, легко просто. Или как или тот или иной жанр строится, потому что особенно в жанрах там жесткие критерии, вы сами понимаете, да? Если стиль это понятие широкое, которое плавающее с неконкретными границами, то жанр это понятие очень жесткое. Допустим, вальс, мы все можем его охарактеризовать, три четверти, мелодичность и так далее и тому подобное. И он столетиями такой, он не меняется. Так же, как и мазурка, полонез, марш, то стиль это понятие более широкое, более всеобъемлющее. Его трудно определить, так как границы у него смыкаются с другими стилями. Но, то, что вы подметили, что они практически синонимичны, это очень правильно. Поэтому спасибо вам за участие, поздравляю и вручим вам приз. Впечатление. Рок-н-ролл форево. До свидания. Приз за вдумчивое изучение теоретических блогов Волщука СД достается Никите Чуйко. Никита, здравствуйте. 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 Как поживаете? Отлично. Отлично. Я звоню вам, вы загадываетесь по какому поводу я звоню. Мы подводим итоги конкурса. Нашего небольшого маленького конкурса, которым мы разыгрывали 100 тысяч рублей. Да, да. Но Вчера-вчера получил сообщение. Но конечно точного ответа никто не смог дать, потому что вы знаете, это не так просто. Поэтому мы этих 100 тысяч поделили на всех, кто хоть что-то ответил. Но были три призора, остальные поощрительные призы. Никита, не знаю, горчу вас или нет, но вы попадаете только в поощрительные призы по 5 тысяч рублей. Но ваш ответ был прекрасный. На самом деле хороший. Просто там были люди покруче ответили, честно вам скажу. Хороший. но все равно ваш ответ был интересный. И мне получил удовольствие общаясь с вами, потому что у нас такая целая переписка с вами завязалась. Интересный у вас взгляд на музыку. это прекрасно. такая рифмованная дискуссия вышла, мне тоже она полностью понравилась. Да, согласен. Вот, поэтому я еще раз благодарю. А вы по профессии кто? Музыкант профессиональный или нет? Нет, ну как, не то что профессиональный, я занимаюсь для себя больше всем этим. Понял. Не играйте нигде. Увлекаюсь. Я говорю, в принципе, у вас очень хорошее познание, достаточно глубокие в рок-музыке. Читаю, читаю, слушаю. Я понял. как и все. То есть никакого у меня профессионального опыта и образования такого нет. Ну любитель увлекающийся. Но тем не менее, у вас есть представление о том, чем рок отличается от других стилей. У нас же музыканты вообще понятия не имеют. А какая разница, как играть? А вот так, как захотел, так и играю. Не, это не так. Стиль всегда обладает какими-то рамками. Я что хотел сказать? Для того, чтобы привносить что-то другое... Судья Ильмитриевич, половина слов пропадает. Плохо. Что-то да, с техникой тут немножко. Ну, Никита, я в любом случае поздравляю вас. Благодарю за участие в этом конкурсе. Благодарю за внимание к моей персоне, к моему творчеству. Ну и поздравляю. Пять тысяч, но все равно сколько смогли. поэтому присылайте карточку, номер карты или номер телефона, я перечислю деньги. Хорошо? Ага. Все, спасибо, счастливо. Вам хочу пожелать от себя развития проекта, успехов, удачи, чтобы все запланированные дела свершались. Ну и новые цели ставились. Спасибо. Спасибо вам также, удачи, успехов. Спасибо. Приз за самый энциклопедический ответ достается Каунт Гришнах, приславшего нам целую диссертацию с описанием всего, что только можно и честным признанием в конце. Стиль хард-рок до того разносторонний, что дать стиль определенных критериев невозможно. Здравствуйте. Слышно меня или нет? Что? Слышно меня хорошо или не очень? Да, хорошо слышно. Как зовут вас? Меня Вэг. Вэг? Да. Хорошее имя, короткое главное. Я звоню вам, потому что мы подводим итоги конкурса. Нашего небольшого конкурса с небольшим призовым фондом. Но первое место, ну в смысле никто точно ответить не смог, поэтому мы этот призовой фонд поделили на всех участников, которые сделали приличные ответы. Поэтому вам достается поощрительный приз за самый энциклопедический ответ, в котором вы попытались рассказать все и про фолк-музыку, и про поп, и про рэп, и про хип-хоп, и про рок. поэтому спасибо вам за участие в конкурсе, очень интересно было почитать ваш обзор энциклопедический. Вы кто, музыкант? Да, учусь в музыкальном училище. В Москве? Нет, я из Дагестана. А, вы из Дагестана. По какому классу? На гитариста. Ну, что же, это неплохо. Что? Студенты проявляют интерес к теоретическим познаниям музыки. Это хорошо, потому что нет ничего практичней, хорошей теории. Вы же это должны знать. Вам это наверняка объясняет. Поэтому, Вэг, благодарю вас за участие в конкурсе. Вам полагается поощрительный приз за самый энциклопедический ответ 5000 рублей. Поэтому сбросьте мне ваш номер телефона или номер карты. Я перечислю деньги. Хорошо? Да. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. Успехов вам в учебе. До свидания. До свидания. В противоположность этому приз под названием краткость «Сестра таланта» достается Илье Никитину. Хард-рок это то, что тяжелее рок-н-ролла и легче металла. Ну, согласитесь, это очень точно на самом деле. Приз за самый поэтичный ответ достается Филиппу Лопатникову. Алло. Здравствуйте. Филипп. Здравствуйте. Здравствуйте. Как поживаете? Да вот, я на парах. У меня очень плохой интернет, поэтому первый раз не получил с вами связаться. Мне тут друг помогает. А вы на кого учитесь? Вы на кого Поделился интернетом со мной сокровенным. Вы на кого учитесь, приз. Хоть вы о музыке ничего не сказали, но зато вы сказали о поэзии. Я для тех, кто не знает, я скажу, у нас приз вам достается за самый поэтичный ответ. Я его зачитаю. Хард рок это вся мощь жизни упакованная в мгновение. Ну, аплодирую. Прекрасный ответ. Спасибо. И я скажу вам одно, что на самом деле раньше не было двух слов музыка и поэзия. Вы очень точно сказали, почему не было двух слов. Это было одно. Не было разделения. Это потом они разделились в Гревней Греции на музыку отдельно и отдельно на поэзии. И поэтому у них одна единая основа ритмическая. Потому что поэзия это ритмически организованная речь. Люди думают, что это рифмы. Нет. Это именно ритм и музыка это ритм. Поэтому вы прекрасный ответ сделали вам поощрительный приз. Он небольшой, но думаю несколько раз в буфет сходить хватит. Спасибо. Поэтому поздравляю вас. Желаю вам успеха в учебе. Потому что нашей стране нужны хорошие звукорежиссеры. Учитесь на отлично. Да, будем. Спасибо вам большое. Спасибо. Успехов. До свидания. До свидания. Приз за самый бескомпромиссный ответ достается Лизе Пуговкиной. Хардрок это хардрок. Приз за самый веселый ответ однозначно поднимающий настроение любому человеку с утра достается Филдрам. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня Юрий зовут. Юрий. А меня Сергей Дмитриевич Волощук СД. Волощук СД. Юрий, мы подводим итоги конкурса. Конкурса и делим у тех несчастных 100 тысяч рублей. Потому что однозначного ответа никто не дал. Но были хорошие ответы, были веселые ответы, были разные ответы. Поэтому у нас было три призовых места и восемь поощрительных призов. вы попадаете в поощрительный за самый веселый ответ. И для тех, кто его не читал, я его произнесу. Рок это я, а хард-рок это я с Будуна. Тяжеленький. Я аплодирую. Поэтому вам достается поощрительный приз за самый веселый ответ, однозначно поднимающий настроение любому человеку с утра. И вам достается пять тысяч рублей. Вот так. Расскажите, кто вы. Я богат. Расскажите, кто вы, чем занимаетесь. У меня там на моей страничке в инстаграм написано блогер, семьянин, бывших не бывает, предприниматель, музыкант. А на чем играете? На ударных пою, сейчас альбом пишу. А, ну да, у вас же не просто так написано драм. Я понял. Ну что ж, это прекрасно. Мы все такие. И все предприниматели, и музыканты, и семьянины. Но я в любом случае, я благодарю вас за участие в конкурсе и за то, что вы всем нам подняли настроение. Прекрасный ответ. Аплодирую еще раз. И поздравляю. Счастливо. Спасибо. Счастливо. И приз за самый точный ответ, который вне конкуренции, причем во все времена и во всех странах и континентах, которые по-хорошему надо отлить в бронзе, достается Shedman обидов. Hard Rock это рок-группа Волощука SD. Вот и все. Итоги подведены. Но самый главный итог, что мы с вами начали задумываться над тем, что мы играем и что мы слушаем. И еще очень важно, что мы с вами актуализировали проблему изучения современной музыки. Так как это не просто сугубо профессиональная тема. Это как бы кому-то не показалось странным и смешным важнейшая общественная, то бишь политическая проблема. Чтобы не так было смешно кому-то, я напомню слова Конфуция, произнесенные им две с половиной тысячи лет до нашей эры. Разрушение государства начинается с разрушения его музыки. И поэтому, если мы не понимаем, что играется вокруг и что мы слушаем, то вы понимаете последствия. И поэтому я благодарен всем участникам конкурса за неравнодушие. Спасибо и всем уважаемым любителям рок-музыки, кто хотя бы проявил интерес к нашему конкурсу. На сегодня все. Для получения денежных призов необходимо мне в личку прислать либо номер телефона, либо номер карты, на которую можно перечислить деньги, но именно с того аккаунта, с которого и приходил ответ. Чтобы я знал, что это точно вы. И я буду благодарен, если после получения денег, вы напишите об этом под постом о конкурсе. Но все же я слышу недовольные голоса. А где же ваш ответ, уважаемый профессор Волощук? Отвечаю. Его вы прочтете в моей книге о стилистике рок-музыки, написание которой, я надеюсь, завершу в этом году. До свидания, друзья. До следующих конкурсов. ВООБЩЕНИЕ Продолжение следует...